Микс Ньюс Всем добрый день! Здравствуйте, Олег Викторов, в студии. Мы встречаемся, говорим о воде, живой, мёртвой, серебряной. Компания Аквалайф, её представитель Андрей Петрович в студии. Добрый день. Да, здравствуйте. Когда люди говорят, они всегда что-то выпивают. Или чай, или кофе. Мы с вами пьём воду. А вы, в отличие от меня, пьёте воду ионизированную. Я не лизирую каждую. Готовы на военизаторе очиститель воды Аквалайф. Каждый день беру с собой. Да, вот давайте вы человек, который лидер мнения, можно сказать, здесь на Радио Болтком, правильно? И сколько вы лет уже пьёте воду? Ну, а я не помню, кстати, сколько. Наверное, года три, нет? Ну, может быть, даже и меньше. Может, два. Может, два. Сдавали ли вы анализы? Я сдавал только, вот получилось так, что не так давно. То есть, я, скажу честно, до того, как-то я не помню, сдавал ли я анализы, но меня вот врач сказал, ну, давай, пройди обследование, всё-таки надо как-то сдать более подробно. Я сдавал кровь в лабораторию, и она сказала, что, на удивление, он действительно в этом ничего, вроде не к чему зацепился. То есть, как мальчик, правильно можно сказать, по результатам анализа. Они хороши. Ну, более-менее, да, да, говорит, нормально. Ну, вот я тоже человек, который, ну, не совсем правильную жизнь ведёт. В прошлом я спортсмен, да, сейчас, можно сказать, бизнесмен. Наша компания Аквалайф в России – это лидер российского рынка по производству и продаже ионизаторов воды. У нас завод в Москве находится. И также мы здесь предлагаем вам европейскую продукцию. Вот сегодня наша речь идёт как раз-таки об ионизаторах, очистителях воды Аквалайф. А что хочется вам всем сказать? Во-первых, огромное спасибо за вчерашний эфир, за ваше количество заказов нашей продукции. Сегодня мы продолжим наши скидки, хотя уже думали их закончить. Ну, первый снег выпал. А что такое снег? Это тоже вода, только в другом состоянии. Вообще, вода – это очень недооценённый ресурс, который мы не бережём, который мы не ценим, и который мы используем очень часто не по назначению и, ну, не понимаем всего его значения. Потому что мы сами, это и есть вода. При рождении у нас 90% воды. Мы его постоянно теряем. В любом возрасте наша кровь на 90% состоит из воды. Вот, может быть, слушатели вашего радио подскажут мне, где, потому что я в Риге за последних 5 лет был очень редко, где можно сдать анализ ПАЖ-крови, на анализ на ПАЖ-крови. Какой ПАЖ-крови у меня? Вот я назову свой личный телефон, друзья, в конце нашей передачи. Если вы подскажете мне, я вам очень буду благодарен. Мы даже будем называть здесь в эфире эту лабораторию. Почему? Потому что ПАЖ-крови очень важен, понимать, здоровый я человек или нет. Я-то понимаю, что я человек здоровый, потому что я тоже сдавал анализы. Но это всё стоит денег. А вот по ПАЖ-крови можно сразу же понять, какая у меня кровь. Ну, больной ли я человек, здоровый ли я человек. Потому что есть ли у человека повышенный сахар в крови, есть ли у человека диабет, есть ли у человека высокое давление, есть ли у человека остеопороз, есть ли у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, запор или даже геморрой, то все-таки ионизированная щелочная, ионизированная кислотная, ионизированная серебряная вода, которая ни в коем случае сегодня здесь в Латвии не является лекарством. Она является лекарством только в Японии, на сегодняшний день это самая здоровая нация на Земле, но в Советском Союзе это было также до 92-го года, и это изобретение советских ученых, многие путают, что ионизированная вода и ионизаторы воды, как они называли в Советском Союзе активаторы воды, это бред больного воспаленного мозга, некоторые сразу же считают, что это все мошенничество, что это все вообще не работает, что это не может работать, посмотрите сколько аптек, посмотрите как устроена вся мировая индустрия, они все хотят, чтобы мы были здоровыми, но только срок годности продуктов все время увеличивается, а срок здоровой жизни все время сокращается. Поэтому я пришел в эту тему из политической рекламы, из черного пиара, из белого пиара, из простой рекламы, я был креативщик, то есть и занимался рекламой. Когда я впервые обслуживал еще тогда фитнес-клуб Спортима, мне сказали тренера, которые употребляли воду, мы искали варианты, как привлечь аудиторию, потому что в Латвии тогда был кризис, не знаю, как сейчас, но именно когда мы искали новые способы привлечения людей в фитнес-клуб, одним из этих способов было установить такой аппарат и давать всем людям ионизированную щелочную воду, потому что употребляя ионизированную щелочную воду, вы забудете о высоком давлении, вы забудете о сахаре в крови, вы забудете о проблемах с работой желудочно-кишечного тракта, ну и вы забудете практически о всех дегенеративных болезнях и аллергиях. И я тогда, о, ну таких болезней у меня нету, единственное, чем, какими болезнями я мучился очень часто, это похмелье, особенно в понедельник, да, в день тяжелый, и тут мне говорят, вы забудете о похмелье. Я подумал, о, русский человек забудет о похмелье, это уже будет иметь какой-то успех. Дальше аллергия, у меня была аллергия на кошачью шерсть, да, и я подумал, ну неужели это может вообще избавиться. Да что вы мне рассказываете, я же смотрел первый канал, я же смотрел другие телевизионные каналы, не может это работать. Есть такое понятие, как мошенники на анизаторах воды, это все сказки, и тем более живая, мертвая вода, да, это в научном мире она называется щелочная и кислотная, но живая и мертвая, это же как у Александра Сергеевича Пушкина, да, в сказках, не может такого быть. Первый год я вообще не обратил на это внимания, там, Валентин Баташев делал этот прибор, сказали, что мы установим его в спорте, второй год этот прибор не был готов, значит, опять же мы, когда вот в это же самое время, да, это все вот в это время начиналось, 8, это тогда еще 9 лет назад, вернее 10 лет назад, да, ну просто 2 года, 3 года мы потеряли. Значит, второй год опять этот прибор не был готов, я никак-то не обратил на это внимания, как это очень часто, да, бывает, что нам какая-то информация приходит, мы на нее не обращаем внимания, считаем, что она несущественная или она ложная, что очень часто тоже бывает. И в третий год, когда Валентин этот аппарат все-таки не сделал, мы собирались сделать его большой проточный аппарат, да, то я подумал, ну надо искать, где такие аппараты продаются, если это действительно работает, то в первую очередь я проверю это на себе, проверю это на своих родителях, проверю на своей тещи, да, на своей жене и в первую очередь буду пить эту воду сам. Значит, я купил этот аппарат, я нашел, тогда магазин работал, как и сейчас, это уже теперь наш магазин, который работает на Кателю 19, это Рига, за базаром, ехать на 15-м троллейбусе от вокзала, 3 остановки, остановка так и называется Кателю, если вы на машине, там бесплатная стоянка, да, Кателю 19, запишите этот адрес, запомните, Кателю 19, да, улица Католиков, да, 19, значит, и я купил этот аппарат на Кателю 19 и начал пить эту воду. Первое, что я почувствовал, что очень сильно гоняет в туалет, да, начал, это вы тоже, да, прошли, но это значит, плюс вымывает все шлаки и токсины, и вы худеете, то есть вы худеете, это тоже есть, да, потому набрать вес тому человеку, кто пьет ионизированную щелочную воду, будет проблематично, а вот скинуть наоборот, не так проблематично, это будет помогать быстрее все это сделать. Но когда я пришел в Спортиму, теперь уже Спортиму нету, ну, клуб на Стырну 10, да, теперь там другой клуб, но я взял кошечку, вот так в руки, погладил ее, и у меня не заслезились глаза, я не стал чихать, и я понял, что у меня нет аллергии. А прошел-то один месяц, как я пить начал воду, и тогда я понял, что это золотое дно, в том плане, что мы будем всегда успешны, потому что смотрите, сколько больных людей, срок годности продукта все время увеличивается, срок здоровой жизни сокращается, люди болеют все сильнее, онкология-то вообще, ну, на сегодняшний день, самое одно из самых таких серьезных заболеваний, и я начал эту тему изучать, я начал в нее внедряться, я начал, познакомился с родоначальником этой технологии, которая была придумана в Советском Союзе, в Козылкумской пустыне, в НИИ ГАЗа, случайным образом ее нашли, как пенициллин, да, случайным образом, или как ЛСД, случайным образом, как? Просто-напросто была задача у советских ученых, так, чтобы создать эмульсию на основе в водном растворе, которая будет сохранять буровые головки, потому что грунты в Козылкумской пустыне были сложные, и что сделали советские ученые? Они сделали установку, два электрода, катод, анод, потому и называл в Советском Союзе эта вода католита, налита, да, сейчас она называется щелочная кислота в научном мире, или второе ее народное название живая-мертвая, потому что она реально живая, все оживляет, а мертвая, она реально, в ней не живет ни одна бактерия, да, поэтому она называется мертвая вода. Так вот, я познакомился с Витальдом Михайловичем Бахиром, вы можете, кстати, все посмотреть на нашем сайте aqualife.club, именно в России наш сайт spaacqua.ru, это для российских зрителей, которые нас увидят в YouTube, вы можете посмотреть наши продукции, которые мы продаем в России, это совершенно другие аппараты российского завода, да, и здесь европейского завода, который мы продаем в Латвии. Кстати, у нас вот сейчас вышел еще один новый прибор, который вы можете посмотреть на католе 19, это прибор премиум-класса для людей, которые заботятся о дизайне своих кухонь, ну а также у нас есть отличный, прекрасный прибор, который себя отлично зарекомендовал за несколько лет, что он был создан, а то ему второй год идет, это ионизатор-очиститель воды aqualife, да, который вообще вот просто не пользоваться вам. Очень просто, он напоминает чайник, вставляется сверху, включается, он сам спрашивает. Все в электронном виде, более 200 режимов водички вы получаете, щелочной, кислотный, серебряный, электроды в этом приборе изготовлены из металлов платиновой группы, покрытые иридием и рутением, да, но нужно понимать, что дешево это не будет по одной простой причине, потому что все-таки платина стоит дорого, а электрод вы видели с ладонь, и покрытие в него с ладонь. Для чего это нужно? Чтобы вода кислотная была чистая, как слеза младенца и приносила пользу, а не вред. В Советском Союзе такие приборы делали самодельными, но до того, пока эта технология не была изобретена, конечно, это изобрела ее природа, потому что на чем была основана советская медицина, я вам всегда говорил, что она не умерла, а переехала в Англию, мне это, кстати, на Эхо Москвы рассказали, да, где у нас постоянно идут передачи. Можете, кстати, набрать Петровича Квалайф и увидеть отзывы, сотни отзывов людей, которые они нам дают. Я надеюсь, что в следующую, вот в эту пятницу мы также будем принимать и ваши отзывы и дарить за них подарки, потому что среди слушателей вашей радиостанции, помимо вас, уважаемый Олег, есть также много людей, слушателей, кто пользуется нашей продукцией. Огромное спасибо, что вы ее берете на трехмесячный тестовый период и, самое главное, не возвращаете, потому что в России у нас возвраты 2-3%, а в Европе почти меньше одного. Да, но здесь лекарства, правда, стоят в 5 раз дороже и платная медицина. Здесь люди более хотят быть здоровыми. И здесь, кстати, гораздо меньше аптек, чем в России. Гораздо меньше аптек. Но самая основная задача, которая тогда в Козелкомской пустыне, как поняли, что эта вода работает? Помогли ежи. Ежи, тарантулы и бабочки. Потому что, когда в пустыне вот эту воду, изготовленную, хранили в огромных чанах, то Витальд Михайлович Бахи рассказывает, что встают они с утра, а там, где была католит, живая вода, не мертвая, а живая, вся насквозь покрыта бабочками. Вот вся поверхность этого бассейна покрыта бабочками. А ежи, тарантулы и ящерки, где водичка чуть-чуть подтекала, они все вот возле этой водички как бы собираются. И Витальд Михайлович говорит, смотрим, раз так все животные на эту воду реагируют, а Козелкомская пустыня маечку снял, ты уже весь сгорел. Раз в эту воду нырнули, поплавали, вынырнули и прямо реально, как в русских сказках, ожог прошел. Ожог прошел. Потом был понедельник, день тяжелый и кто-то мучился похмельем. Тогда же развлечений было мало у людей. Понятно, что яд, вред, наркотик, и ни в коем случае нельзя это пить, мы ни в коем случае это не пропагандируем. Но если вдруг так случилось, что вы этим отравились, надо же спасать свой организм. И кто-то попробовал кислотную водичку, она такая кисленькая на вкус, со вкусом лимончика, да, потому и называется кислотная вода. А потом через полчаса выпил литр щелочной и похмелье снялось как рукой. Да, это сильное закисление организма. И тогда уже эта новость начала разрастаться по всем, по всем буровым. Люди приезжали с бурдюками, пластиковые тары одноразовые тогда не было. И, кстати, вот одноразовую тару дважды использовать нельзя. Особенно заливать в нее щелочную воду. Потому что одноразовая тара – это как туалетная бумага. Ее ни в коем случае никогда нельзя использовать повторно. Потому что именно если использовать повторно одноразовую тару, то все, что содержится, все вредные вещества в этом пластике, они переходят в щелочную воду. Щелочную воду. Это нужно всем понимать. Друзья, никакую воду, никакую жидкость, даже не щелочную, ни в коем случае не заливайте повторно в одноразовую пластиковую тару. Это может вас убить. Не быстро, но со временем вы это почувствуете и умрёте медленно и мучительно. Поэтому этого делать нельзя. Вот представьте туалетную бумагу. Никто же её не использует повторно. Я надеюсь. То же самое с пластиковой одноразовой тарой. То есть, надо лучше стеклянную брать. Или любую многоразовую тару, которая не содержит, например, всех вот этих вещей. Потому что одноразовая тара – это очень дешёвая тара. Она сделана для одного раза, чтобы её выбросить. Но когда в неё попадает кислород, она начинает разлагаться уже сейчас. А так как вода щелочная, она всё высасывает, так же, как в ней заваривается прямо в холодный чай, завариваются прямо холодные травы, этого делать не нужно. Этого делать не нужно. Конечно, это не сразу вы почувствуете. Но всё-таки этого делать не надо. Зачем себя травить медленно? Для чего? Конечно же, ваш организм, если упьёт щелочную воду, он выведет всё это. Но лучше этого не делать. Лучше этого не делать. Поэтому, друзья, не используйте, пожалуйста, туалетную бумагу дважды, также и пластиковую тару. Вот такой образ я вам даю. Но для чего нужно пить щелочную воду? Вот когда советские учёные начали проводить эти исследования, когда уже новость начала разрастаться, появились первые статьи под авторством в журнале «Рационализаторы техник», под авторством Латышева «Неожиданная вода», когда начали такие делать самодельные приборы, был бум воды. И здесь даже их делали на заводе ВЭФ, делали их в Литве. начали, то именно исследования клинические первые начали проводиться в Советском Союзе на мышах и крысах. И Витальд Михайлович Бахир, вы, кстати, можете посмотреть на нашем сайте, как я уже говорил, этот семинар, он полтора часа занимает, aqualife.club. Витальд Михайлович Бахир, он сказал, что мыши плодились как бешеные. Как бешеные. Их даже продавали на сторону. После этого начали облучать мышей и крыс радиацией, бомбардировать радиоактивными изотопами. И та группа контрольная, которая пила щелочную воду, живую, они все остались живы. И это было открытие, это было чудо. Сразу же все это засекретили. Это Витальд Михайлович рассказывает, каждому был представлен куратор КГБ, и технология пошла сначала в военно-промышленный комплекс. После технология пошла в народ. И до 1992 года это было официальное лечебное средство. Такая вода продавалась в каждой аптеке под названием Каталит Аналит на разлив. А также продавались такие приборы, тогда они назывались активаторы воды. А она потому что действительно активирует воду. И я пришел в эту тему с полной уверенностью, что все это обман, что все это не работает. У вас же, наверное, тоже были сомнения, что это может помогать. Но когда я начал сам пить воду, смотря на своих родителей, тещу, смотря на людей, а сейчас в России мы компания номер один по продажам, как и в Латвии, как и в Эстонии, как и в других странах. Мы продаемся более чем в 30 странах. То у меня уже нет никаких сомнений, что это работает. Когда я начал изучать, как же развивается рак, то есть, когда я начал изучать работу Отто Варбурга, вот запомните, Отто Варбург, он доказал, что раковые клетки не развиваются в щелочной среде. Поэтому pH нашей крови здорового человека должен быть 7,35-7,45. pH смертельный наш, по тем данным, что у меня есть, 7,11. 7,11. Поэтому основная наша задача – это ощелачивать наш организм. Поэтому если у вас есть какое-либо заболевание, аллергия, сахар в крови, давление, остеопороз, даже геморрой, такое слово, которым называют все проблемы, какие бы у нас ни было, я вам советую попробовать эту воду. Если вы полностью здоровый человек и хотите, чтобы это здоровье у вас, то есть, ваш гомеостаз был как можно дольше в порядке, то есть, организм функционировал нормально, то попробуйте нашу воду. Тем более, что мы… Я вот что придумал. Единственное, ноу-хау, опять же, оно очень простое, но все гениальное просто, которое помогает нам развиваться и быть компанией в России номер один по продаже, мы занимаем вообще доминирующую позицию, плюс мы компания номер один по рекламе. За порядка вот этих пяти лет мы вложили в рекламу и продвижение этой темы более пяти миллионов евро. И это все деньги не кредитные, это все деньги те, которые мы заработали. Да, мы пока все отдаем на рекламу, пока мы все вкладываем в продвижение. Но я считаю, что это принесет свои дивиденды, потому что каждый человек, который берет наш прибор, это одна спасенная жизнь, это одна спасенная жизнь. И так наш прибор стоит порядка 399 евро. Но опять же говорю, это металлоплатиновая группа, это серебро 99,99 проба, это компьютер, это анализатор воды, прибор никуда не встраивается, он переносной на 3 литра, работает просто, быстро, цветной дисплей, то есть он говорит вам, помощник электронный, если вы что-то делаете неправильно, у нас есть даже незрячие покупатели, там все просто, только раз в несколько месяцев нужно менять мембрану, это единственная расходная часть. Ну, мембран вам уже на несколько лет хватит, которые есть в комплекте, а потом отдельно они, кажется, стоят 20 евро. Вот это ваши все расходы. Но сегодня в честь уже, скажем, десятилетия магазина, да, там, и в честь моего восьмилетия в этой теме, потому что магазин был открыт для меня, ведь завод, который европейский, который находится в Литве, он работает в паре с 95-го года. С 95-го года, да. А кто об этом знает? А кто об этом знает? Так вот, все, что я изменил в этой теме, и почему мы так быстро начали расти, ну, может быть, многие видели и на телевидении, наша реклама, она постоянно идет на многих каналах, да, как международных, так и латвийских. Так вот, я ввел простую, думал, народ будет не доверять. Как заставить человека доверять? Ну, дать ему возможность выбора. Выбор – это всегда хорошо, да. И если, например, на выборах мы голосуем, и нам обещают безбедную жизнь в течение пяти лет устроить, то тут в течение трех месяцев у вас все будет понятно, работает это или не работает. Поэтому я придумал тестовый период, когда человек берет нашу продукцию на трехмесячный тестовый период, сдаёт анализы на свои заболевания до употребления низированной воды, сдаёт через месяц, сдаёт через два и ближе к кончанию тестового периода и смотрит, что у него всё хорошо или у него всё плохо. Поэтому в 99% случаев у человека всё хорошо, а в одном проценте случаев, ну, может, даже человек и не пил эту воду, купил и не пьёт, да, и поэтому он прибор возвращает. И на католе 19 вы можете посмотреть, сколько людей покупают ежедневно приборы, сколько людей возвращают ежедневно приборы. Вы можете просто набрать Петрович Аквалайф в интернете, посмотреть вот наши эфиры, сколько нам звонят людей, дают отзывы. На нашем сайте aqualife.club вы можете посмотреть сотни видеоотзывов. Например, лицом нашей компании является Михайлов Александр Яковлевич, народный артист РФСР. Он пьёт нашу воду, наверное, уже более 13 лет, да, и как он прекрасно выглядит. Почему? Ну, потому что, друзья, это работает. Верите вы в это, не верите, это работает. Невозможно давать продукцию на трёхмесячный тестовый период и возвращать деньги, которая бы не работала. Нас бы завалили возвратами, как бы мы развивались, да, и здесь, и в России. Невозможно. Поэтому, если вы не знали абонизированной щелочной воде, и вы хотите вернуть утраченное здоровье, нормализовать работу всего организма, употреблять чистые овощи, фрукты, потому что они также вымачиваются в щелочной воде. Сколько надо вымачивать обычно? Ну, минимум час, а лучше и на ночь замочить. Да, яблоки, всё, что вы кушаете, мясо, рыбу, это будут совершенно другие продукты. Потому что многие же даже не знают, что есть мясо, то есть, овощи и фрукты первого сорта, второго сорта. Больше всего второго сорта. Придите в супермаркет и спросите, пирмашкира, отрашкира, кадашкира. Спросите, друзья, и вы всё поймёте. Там везде написано. Конечно, да. Ну, а кто это замечал? Я, например, не замечал, пока этого не знал. Дальше. Чай прямо заваривается в холодной воде. Прямо в холодной. Все травы, сохраняя все свои полезные вещества, то есть, давая организму, и в кипятке они погибают. Все травы, целебные травы, есть же природная аптека. Дальше. Если щелочную воду мы пьём 30 мл на килограмм веса, у меня двое детей. 4 и 12 лет. Он был даже зачат на этой воде. То есть, выглядит прекрасно. И мать, тёща, я сам на своём пятом десятке, посмотрите на меня, если меня видите в интернете. Ну, человек, который ведёт абсолютно неправильный образ жизни, но в то же время полон энергии и силы. Во многом это благодаря ионизированной щелочной воде. Поэтому 30 мл на килограмм веса, в каждом комплекте идёт книжка на 200 страниц, в которой всё написано от А до Я. Есть телефон 66778877, и сегодня цена будет не 399 евро, а 12 приборов, как 12 присяжных, будут по 269 евро. Там будет в комплекте ПАШ-тестер, чтобы вы померили воду до ионизации, вашу водопроводную, и воду после ионизации. Там будет в комплекте лежать, именно ещё также от меня лично, энциклопедия пищевых растений. Кстати, я забыл вам принести душевую головку, простите. Ну, ничего, ладно. Да, энциклопедия пищевых растений. Это такая толстая книжка, написанная врачом, там всё от авокадо до ячменя, всё о травах, как собирать, как хранить, как использовать, как заваривать. Цветная, с картинками, ну, толще советской энциклопедии. Так она порядка, наверное, 30 евро стоит. 10 лет срок службы работы прибора разделите. Сначала на 10 лет, потом на количество дней, потом на количество месяцев. Вернее, количество месяцев, количество дней получится стоимость живой, мёртвой и серебряной воды. А серебро сильные хлорки, оно убивает и вирусы, и бактерии. Там порядка 200 видов разных ионизированных растворов можно приготовить. Вы получите воду за 0,8 евроцентов в день. 8 евроцентов в день. Стоит ли наше здоровье, здоровье наших детей, родителей, котиков и собачек, цветочки, которые также можно поливать? 8 евроцентов в день. Тем более, что если это вам не поможет, вы всё это вернёте. А за 300 евро вы получите комплект, тоже их 12 штук сегодня будет, с большим комплектом подарков. Это иван-чай, это и душевая ионизирующая головка, чтобы ваш душ был полезен для вас. Не хлор, он весь убьёт из этого душа, из горячего, который вреден для нас. Также, а готовится-то эта водичка из обычной водопроводной воды. Из обычной водопроводной воды, делая, меняя структуру воды абсолютно другой и по вкусу, и по качеству, и по действию. Вот она отличается от водопроводной воды? В смысле, вот это? Конечно. Да, вы это всё сами почувствуете. У вас будет на это 3 месяца, друзья. Поэтому, а также иван-чай, значит, за 300 евро идёт в подарок, также идёт в подарок масла на выбор, натуральные холодного отжима, до первого, а также душевая ионизирующая головка, плюс энциклопедия пищевых растений. Всё, что вам нужно сделать, это найти наш на сайте aqualife.club, приехать на Кателю-19, 15-й троллейбус, 3 остановки от вокзала, остановка так и называется улица Кателю, и там бесплатная стоянка Кателю-19, если вы на автомобиле. Или прямо сейчас позвонить 66778877. Запишите номер 66778877. Так как за 8 лет использования ионизированной щелочной, ионизированной кислотной, ионизированной серебряной воды, я набрался очень много опыта и видел сотни тысяч людей с разными проблемами, которые это помогает. Я назову личный свой телефон в Латвии. Значит, 27005530. Запишите. 27005530. 27005530. Это с личными вопросами звонить. А если вы хотите заказать нашу продукцию, вернее взять её на бесплатный трёхмесячный тестовый период, и убедиться, что это работает, позвоните 66778877. 66778877. Скидки действуют только сегодня. 66778877. Спасибо большое, Андрей Петрович. Это был в нашей студии. До новых встреч. А вам спасибо, что пьёте нашу воду.